Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир на телеканале Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях Галина Набатчикова, директор фериала номер 42 Государственного учреждения Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. Все верно, Галина Сергеевна? Конечно. Все правильно. Добрый вечер. Добрый вечер. И тема нашего сегодняшнего эфира – обеспечение льгодной категории граждан и инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Наша съемочная группа недавно побывала у вас в гостях в вашем учреждении на улице Ольховой, дом 3, куда вы переехали в 2012 году, насколько мне известно. Да, в декабре, да, с конца 2012 года, да. И, я думаю, нашу встречу нам лучше начать с сюжета, который мы подготовили. Хорошее помещение. Давайте посмотрим. Иван Федорович Стрельцов – инвалид по зрению и слуху. В свои 88 участник Великой Отечественной войны, несмотря ни на что, жизнерадостный и очень общительный. В фонд социального страхования он пришел, чтобы получить противоскользящую трость. Вот вам тросточка. Регулируется она у вас в вашем углу. Да, как вам будет удобно. Да, давайте, пробуйте. Филиал номер 42 Фонда социального страхования с 1 января этого года занимается обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации за счет федерального бюджета. Раньше это была задача управления социальной защитой района. 389 дел на обеспечение техническими средствами реабилитации, которые не были закрыты нашим управлением социальной защиты. Вот, где-то обеспечение ортопедическими изделиями 783 штуки. И 294 заявления на обеспечение выплату компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. К сожалению, недостаток информации сыграл свою роль. Немногие люди с ограниченными возможностями здоровья знали о новом порядке, что создало определенные проблемы. Первое время обзванивали, кому-то можем дозвониться, кому-то не дозвонили, чтобы люди приходили, переписывали заявления, приносили документы в обязательном порядке. Это прописано административным регламентом. Заявление необходимо написать группам граждан, кто приобрел технические средства реабилитации на собственные средства. С апреля началась выплата компенсаций, которую планируется завершить до конца года. На сегодняшний день мы уже выплатили 8 миллионов 300 тысяч. То есть погасили где-то, ну не полностью, но погасили тех, кто написал рано заявление. Мы погасили задолженность управления социальной защитой и по домой, и по другому району. Но кто-то остался, потому что поздно пришли и написали заявление. Технические средства закупаются фондом социального страхования на основании контрактов с поставщиками, которые заключаются после выигранных ими тендеров. Перед тем, как инвалиду получить все необходимое, будь то абсорбирующее белье, костыли, протезы, ходунки или трости, сначала нужно пройти медико-социальную экспертизу. На настоящий момент пункт выдачи находится в Домодедове. Наталья Буслаева, Алексей Ильин, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Вот такая небольшая информация для наших средизелителей. Галина Сергеевна, думаю, стоит рассказать подробнее о передаче полномочий, которые вступили в силу 1 января 2015 года. Действительно, вопросов очень много. И я хочу сразу извиниться перед нашей льготной категорией граждан нашего района, перед инвалидами, что вот такое произошло. И, конечно, много недовольства было, нужно прийти переписать заявление. Долго не было контрактов, то есть мы почти до мая месяца не могли ничем обеспечить, а людям необходимо ежедневно что-то, абсорбирующее белье. И это, конечно, вызывало недовольство, негативные какие-то отзывы. Но надеюсь, что все наладится. Действительно, с 1 января Управление социальной защиты Ленинского района, мы работаем с двумя районами, и Домогидовский район, передали нам документы по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Ну и, кроме того, еще передали невыполненные обязательства по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства и протезы. То есть они были раньше приобретены? Да, они были приобретены в 2014 году, но не было, видимо, и финансирования по каким-то причинам. Они нам передали по Ленинскому району, этот долг составил 2 миллиона 900 рублей, по Домодедовскому около 4 миллионов, почти 4 миллиона, ну и большое количество невыполненных заявлений и обращений по обеспечению техническими средствами реабилитации. и протезно-ортопедическими изделиями. Хочу сказать, что, в принципе, не передали, а Управление социальной защиты вернули нам, значит, эту государственную услугу по обеспечению льготной категории граждан и инвалидов техническими средствами реабилитации протезно-ортопедическими изделиями. То есть это было раньше, да? Да, потому что вот сам закон, если кто-то помнит, о монетизации льгот, 2004 года, с 2005 года возложил обязанность обеспечения техническими средствами, мы называем ТСР и ПОИ, вот так сокращенно, обеспечения инвалидов и льготной категории граждан на фонд социального страхования. И с 2005 года вообще сложилась неплохая работа была, но что, в чем было недовольство, поскольку антимонопольный закон был принят, и федеральные средства можно было тратить только по результатам проведенных конкурсов, тендеров. Что значит конкурс? Выигрывает тот, кто дает самую дешевую по твоему заданию, что тебе необходимо, но самую дешевую цену. Естественно, снизилось качество выдаваемых инвалидам протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации. Кроме того, у нас было санаторно-курортное лечение, и путевки, конечно, ухудшились, качество этих услуг значительно было ухудшено. Поэтому в 2008 году Москва, это вот в Российской Федерации первое, обратилось правительство Москвы, правительству Российской Федерации, передать им вот эту государственную услугу, имея в виду то, что у них есть средства, чтобы добавить, и вот эти услуги повысить их качество. То есть закупать лучшие протезы, закупать лучшие технические средства, реабилитации, путевки на санаторно-курортное лечение. Через год, в 2010 году, обратилось и правительство Московской области с такой же просьбой, и правительство Российской Федерации посчитало это уместным, что это действительно будет хорошо. И мы передали, можно сказать, радостно, потому что работа очень тяжелая, очень непростая. Вы знаете, что контингент очень непростой. Поэтому, ну вот, с 2015 года все вернулось на круги своя. И теперь опять мы вместе с инвалидами, вместе с этими проблемами, с этими, значит, а этот год вообще очень неудачный, потому что, вот, несмотря на то, что мы все-таки объявляли и давали объявления в видновских вестях, в нашей газете, которую, кстати, льготные категории граждан и инвалидов получают бесплатно. Вот, и мы надеялись, что они отсюда возьмут эту информацию. И управление социальной защитой, и наш филиал дали объявление в декабре, что с 1 января эту услугу будет выполнять фонд социального страхования. Значит, прописали там все, что нужно, что нужно прийти по такому-то адресу, что нужно с собой принести. В общем, все полностью объяснили. Но, к сожалению, информацию не все, значит, узнали об этой информации, потому что вот где-то, ну, вообще-то передача, вы знаете, шла где-то до 20 января, потому что где-то было, значит, добавлено, где-то было назад возвращено нами какие-то документы. Вот, но с 20 января люди пошли, ну, как после крещения уже все пошли к нам. Вот, и мы, значит, в начале февраля посмотрели, что даже где-то 20% отнуждающихся в обеспечении не посетили наш филиал. А согласно административному регламенту, который был утвержден в 2014 году, ну, основное-то, конечно, это у нас постановление правительства Российской Федерации о правилах обеспечения инвалидов в льготной категории граждан протезно-ортопедическими изделиями, техническими средствами реабилитации. Оно было принято еще в 2008 году, когда мы еще работали. Вот, нужно обязательно прийти, написать заявление. Только тогда мы ставим на учет и начинаем работать уже с обеспечением. Поэтому, конечно, здесь пришлось обзванивать всех. Ну, вы что знаете, два района, где-то больше тысячи инвалидов обзвонить, и чтобы они пришли, ну, конечно, с утра до вечера, и телефоны, вы знаете, что не все сидят у телефона. Поэтому, в принципе, вот обзвонка и разговор с инвалидами продолжался, ну, до мая месяца, и даже до июня месяца. Кто-то успел уехать на дачу, кто-то в деревню. Ну, в общем, вот получилось вот такие, может быть, сказать, ну, не очень хорошие накладки. А в Домодедове нет своего филиала? Нет. У нас там мы открыли представительство, там один человек. Нам вообще дали две ставки на это. Ну, вот, конечно, инвалидов и льготной категории граждан в Домодедове сейчас больше. Когда мы работали в 2010 году, Ленинский район был большой, там значительно было больше инвалидов. Сейчас мы немножко так вот уменьшились, наполовину, можно сказать. Но, в принципе, достаточно инвалидов. И в Домодедово около трех тысяч, значит, и у нас большое количество вот обращений. Мы только около трехсот человек вместе, если считать, и, значит, поныне десятые инвалидов, которые живут и прописаны в нашем районе, в психоневрологическом интернате, в 10-м. Вот. Там большое количество, и все они нуждающиеся. В общем, около трехсот человек у нас по району, только по-нашему, получают ежедневные необходимые, значит, технические средства. Это абсорбирующее белье, это, значит, каломочи-сборники, пеленки, памперсы. Вот такое вот, значит, хозяйство нам досталось. Так. И давайте расскажем о документах, какие должен предоставить инвалид на получение технического средства реабилитации, и документах на получение денежной компенсации. Они отличаются? Не, немножко отличаются, просто добавляется. Значит, согласно административного регламента, по которому мы четко должны работать, потому что нас проверяла прокуратура, и именно во главе угла настольной книгой филиала должно быть вот этот административный регламент. Что должен представить нам филиал инвалид для того, чтобы мы приняли от него заявление на обеспечение ТСР или протезно-ортопедическими изделиями. Паспорт в обязательном порядке. Справка МСЭ, где указана группа инвалидности, розовая такая небольшая. Вместе с этой справкой всегда выдается, об инвалидности мы называем ее, выдается индивидуальная программа реабилитации, где четко там в последнем, значит, абзаце указываются технические средства реабилитации, которыми мы должны будем их обеспечить. И четко, только согласно то, что рекомендует МСЭ инвалиду, только этим мы можем его обеспечить. И последний документ – это СНИЛС, пенсионная карточка, номерок зелененький, вот эти обязательно документы. Для получения компенсации за самостоятельно приобретаемых изделий необходимо предоставить дополнительно к этому еще сберкнижку или банковскую карточку. Ну, если нет, то мы компенсацию пересылаем по почте. Для детей инвалидов, хотела бы сказать, почему? Потому что здесь, конечно, на детей оформляют документы родители, как правило, ну или опекуны, и, значит, должны предоставить свидетельство о рождении ребенка. Если ему 14 и более лет, значит, уже паспорт, значит, точно так же справку МСЭ об инвалидности, индивидуальную программу реабилитации. И у детей тоже есть СНИЛС, вот эта пенсионная. И, кроме того, родитель, который пишет заявление, должен предоставить свой паспорт и свой СНИЛС. Вот тогда, когда только документы в сборе, мы начинаем с этим работать. Если мы не отказываем в принятии заявлений, если каких-то документов не хватает. Согласно нашему регламенту, мы берем документы, но предупреждаем, что вот мы даем вам 2 недели, 15 дней, донесите эти документы, и мы вас поставим на учет, на обеспечение тем, что вы указали в своем заявлении. Если же не доносят документы, не приносят вот эти недостающие документы, то выносим решение об отказе в обеспечении тем или иным на указанном заявлении техническим средством реабилитации или там протезно-ортопедическим. То есть вы не делаете, да, заказ, если не достает какого-то документа? Нет, только... И еще, значит, обязательно у нас сейчас вот стала проблема. Очень многие, ну вот инвалиды, приходя, мы нам ввели программу пенсионного фонда. И вот если мы берем документы у инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации, обязательно должно быть, он должен быть и в реестре пенсионного фонда. Вот сейчас уже проверяю документы. Почему? Потому что недавно нам в программу это ввели, реестр пенсионного фонда, и многих вот сегодня буквально 9 дел отложило, потому что нет в реестре пенсионного фонда. А если сам инвалид не может прийти, можно ли написать доверенность на родственника или на опекуна, на знакомого? Кто вот, как проходит? Ну, конечно, и очень много таких случаев. И вообще-то, согласно административного, опять-таки, регламент – это не просто наша такая просьба или какие-то вот особые повышенные требования, а обязательно нотариально заверенная доверенность. Вот, на любого. Это может на родственника, на соседа, на любого. На мужа, на дочку, на сына. Нотариально заверенная доверенность. Но, поскольку сейчас вот инвалиды жалуются, что пригласить, ну, видимо, это вот сам не может прийти. Это кто, парализованный, лежачий инвалид, который, ну, вообще не ходит. Поэтому на оформление, значит, вот документов мы, как вот стали практиковать, заполняем заявление, отдаем представителю инвалида, чтобы он часто есть и социальной защиты, кто-то там помогает им в оформлении этих документов. Отдаем, чтобы подписал инвалид. Ну, если бывает, говорит, оно и расписываться не может. Ну, тогда, значит, эту форму мы просим. Эту доверенность у нас уже просто форма такая есть, что облегчает, конечно, значит, инвалидам выдумывать что-то. Просим единственное, чтобы подписал врач, может быть, чтобы он подтвердил, что вот этот человек, вот этот инвалид, действительно не может к нам прийти. И подтвердить диагноз. Да, подтвердить. Ну, не надо нам диагноз, нам не нужен. Но то, что он действительно больной человек и сам не может прийти. Всяко бывает по жизни. Бывает и родственники подводят, и обманывают. Ну, вот, чтобы чем-то заручиться, что это да, действительно, так на самом деле. Так, а кто осуществляет закупки и заключает контракты? И как дальше проходит обеспечение инвалидов техническими средствами? Ну, на всю льготную категорию граждан Московской области, на всех инвалидов, закупки технических средств реабилитации, протезов, ортопедических, закупку осуществляет наша вышестоящая организация, Московское областное региональное отделение фонда. По мере поступления денег из федерального бюджета, это идет через центральный аппарат фонда социального страхования Российской Федерации. Значит, на основании наших заявок, на основании наших просьб идет закупка технических средств реабилитации. Вот почему, к сожалению, задержалось вот это вот первое обеспечение, ну, мы так называем ежедневниками, это памперсы, абсорбирующие белье, пеленки, это мкало, мочи, сборники, они нужны ведь человеку ежедневно. И приходили, и было недовольно. И правильно они говорили, что нам плевать, что там у вас какие-то трудности. Нам нужно, чтобы нас обеспечивали ежедневно, мне это нужно ежедневно. Поэтому, конечно, им пришлось покупать самостоятельно, тратить, и так очень часто говорили, что маленькая пенсия, никто не может и помочь. Вот. Но вот первая закупка, первый конкурс, был у нас подведен итог конкурса, наверное, после 9 мая, где-то вот числа 15-го, мы, после того, как, значит, подведены итоги конкурса, вышел победитель предприятия, поставщик, будем говорить, нам региональное отделение по всем филиалам Московской области рассылает квоту. Предположим, столько-то, 6 тысяч пеленок, там, 15 тысяч памперсов и так далее. Вот. Первая закупка была неудачная. Заказали памперсы только МКО, второй размер. Вот почему? Потому что мы не смогли собрать данные, вот обзвонить вовремя всех, вот, до всех инвалидов, дозвониться, кто получает эти технические средства реабилитации. Поэтому, да, что необходимо, а их несколько, на детей, во-первых, там, в зависимости, там, от 11 до 18 килограмм, от 15 до 25 и так далее. Вот. Это СК, это МК, это ЛК, это ИКСЛ, то есть, ну, много размеров получили. Конечно, это было просто серьезное недовольство, негодование инвалидов, я их вот понимаю, мы сами были удивлены, но, к сожалению, была такая закупка. Вот. И первый раз мы, значит, вот обеспечивали на 3 месяца пеленками и на 3 месяца, значит, бамперсами, но только размер М. Поэтому, конечно, много недовольных, как-то, может быть, неумелой и вышестоящей организации, получилось, не все складно. Хотя, вот, уже те работники уже и не работают, вроде бы и претензии некому высказать. Вот. Ну, что произошло, то произошло. Исправляемся, мы, честное слово, исправляемся. Вообще, все наладится. А фабрики, это российское производство, получается, всех этих средств? Да, да. Поставщики, памперсы и производители у нас в основном протекс-центр, с ними работало и управление социальной защиты, которое находится в Коломне. Это орто-мода и так далее. То есть, вот это все наши технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Знаете, ведь многие инвалиды, они протезы уже носят многие годы, десятки, и двадцать лет, и больше. А есть срок годности? Это, наверное, нельзя носить, да? Протезы на два года выдаются. Каждые два года меняют протезы. Вот. И у них, значит, изготавливают они уже в определенных организациях, на определенных предприятиях. И мы попросили и специально вот обзвонили всех, особенно важны это протезы, потому что это действительно серьезное техническое средство. Поэтому обзвонили всех своих инвалидов, кто носит протезы, где они изготавливают в себе, значит, протезы. И на протезы, хотя квоту дает очень маленькую, но на протезу, как бы, выиграл, вот последние наши, выиграл протекс-центр, но он сделал соисполнителями. Те организации, где инвалиды у нас многие годы изготавливают протезы. И даже им уже, значит, эти предприятия, учреждения звонят и напоминают, что у вас срок прошел, пора новый протез приобретать. Конечно, очень много в этом году получилось, что, но самостоятельно заказывали протезы и принесли вот сейчас документы на выплату компенсации. А она будет оплачена частично? То есть есть какое-то ограничение, например, если очень дорогие были протезы? Частично. Дело в том, что вот это вот, я считаю, серьезной проблемой. Очень многие инвалиды получили инвалидность в 2000-х годах, а может быть, даже и в 98-м, и там 76-м и так далее. И индивидуальные программы, которые им выдали на обеспечение техническими средствами реабилитации, уже устарели давно. Там было значительно проще. У них указывается протез нижних конечностей, это протез бедра, протез голени, протез стопы, неизвестно. А сейчас уже вот прайс, по которому мы компенсируем, уже технологии шагнули значительно вперед. И уже сейчас и протезы модульного типа, модульной конструкции, высокотехнологичные протезы. Вот. А я же вот вначале сказала, что мы четко должны обеспечить тем техническим средством, которые указаны в индивидуальной программе реабилитации. Вот сейчас везде перешли на изготовление модульного типа протезы. Почему? Во-первых, для предприятия-изготовителя это выгодно. Оплата его 132 тысячи. А если просто протез немодульный, 38 тысяч. И поэтому вот возникает трудность в том, что инвалидам говоришь, вы понимаете, мы не можем вам компенсировать протез. У вас четко написан модульного типа. А у вас в индивидуальной программе это не записано. У вас просто протез, который я могу компенсировать 38 тысяч. То есть выплачивается только 38 тысяч. Но мы просим, вы подойдите. Устарели ваши индивидуальные программы реабилитации? Как и по слуховым аппаратам. Потому что, ну что, раньше какие были? Вот мы их компенсируем 3 тысячи. А сейчас цифровые слуховые аппараты, заушные, мощные, сверхмощные, средние мощности. И, конечно, вот это вот неудобно. Но вы знаете, ни в какую не хотят идти на МСЭ, чтобы заменить индивидуальную программу реабилитации. Ну просто как-то не... Вот, может быть, мы разговаривали уже, что это определенная трудность. И обижать людей уже инвалидов теми, что выплатить 132 тысячи или 38 тысяч, ну не соответствует. И ничего сделать не можем. Мы-то, мы просто исполнители. Вот. Ну, каким-то способом, чтобы вот медицинские учреждения подключились и вот своих инвалидов все-таки направили на переосвидетельство. Ну, может быть, не переосвидетельство. Естественно, Нагановый не вырастет. Но просто заменили, может быть, без присутствия инвалида. Но знаю, у них же есть и дела в МСЭ. Ну, в общем, вот региональное отделение. Мы эту свою просьбу высказали. Как-то вот решить эту проблему, вот, не касаясь инвалида. Но разговаривала с нашим МСЭ. У нас МСЭ одно, на Домодедовский и Ленинский район, с руководителем города Галины Сергеевны. Без того, пока я не увижу инвалида, я не смогу дать заключение на какой-то другой, ну, значит, высокотехнологичный, там, или, как вы просите, модульного типа. Без этого просто невозможно. А поэтому так и обращаюсь к инвалидам, потому что, если вы хотите действительно современные протезы, которые намного лучше, чем это делали 10, 15, 20 лет назад, просто нужно попросить изменить, приехать на МСЭ. Она находится там же, на Гагарина, чтобы вам просто заменили индивидуальную программу реабилитации. Не будет проблем ни для вас, не будет проблем и для нас. – Галина Сергеевна, а где и как происходит выдача? – Вот, вы знаете, это тоже наша проблема большая. Дело в том, что вот когда была первая закупка, я взяла на себя ответственность и разрешила, чтобы выдача ежедневников, то есть это памперсов, пеленок, кала мочи сборников происходила в филиале, чтобы больше никуда пришли к нам, и у нас получили. Значит, не очень красиво шли к машине. Очень многие не смогли в этот день прийти, но мы договорили, что нам все эти абсорбирующие белье все оставят в филиале. Вот, это категорически, в принципе, запрещено было, и потом пришлось объясняться, но зато, по крайней мере, наши инвалиды могли к нам прийти, и мы вовремя, значит, закрыли свою квоту, выполнили в ромб. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, это было нарушением, с моей стороны. – Ну вот, и Сирану как раз в нашем сюжете вручали. – Да, но вот беру на себя ответственность, это вот именно для льготной категории граждан. Вот это вот инвалид войны. По-моему, он говорил 86 или 88 лет. Ну, поэтому для этой категории, ну, просто почему? Вот, согласна, ведь, когда мы занимались до 2010 года, вообще было прекрасно. Мы развозили вот все абсорбирующее белье по домам, прямо по адресам, развозили на машине, просто звонили заранее, что вот такого-то числа к вам приедут и привезут там памперсы, привезут пеленки и все остальное. Вот, было очень удобно. Мы просили вышестоящую организацию точно так организовать доставку технических средств на дом. Вот именно это, ежедневников, когда большие коробки, вот представляете, там 30, 60, а у некоторых у детей вообще 90 штук в месяц, значит, в день по три памперса, иногда вообще до шести можно. Вот. И, значит, вроде бы нам сначала и пообещали, мы, конечно, обрадовались, но потом подсчитав, что доставка по домам, она обходится значительно дороже, чем стоят сами памперсы, само вот это все абсорбирующее белье. Сегодня это и грузчик, это и бензин дорогой. Вот. Конечно, не найдем мы такого поставщика, чтобы он еще и по квартирам разносил вот эти вот технические средства реабилитации. Поэтому в каждом контракте указывается пункт выдачи технических средств реабилитации, вот этих ежедневников. Вот мы были прикреплены к Подольскому району. Как только я вот узнала, что там открывается пункт выдачи и для нашего Ленинского района, для Домодедовского района, то это было просто... Здесь уже просто и глаза на инвалидов не поднимешь. Ну как тут? Совсем такой... Ну нельзя так. Поэтому вышла с такой просьбой я в свое региональное отделение и попросила в порядке исключения открыть для Ленинского и Домодедовского пункт выдачи между Ленинским районом и Домодедовским районом. И мы открыли это недалеко, третий московский проезд, это недалеко там... Все знают, почему? Потому что недалеко находится на улице Гагарина медико-социальная экспертиза. То есть как туда проехать, вот это вот все знают. И там сняли помещение в обществе инвалидов Домодедовского района, и они вот согласились это выдавать. Но вот последний раз все равно недовольство, и даже в Домодедово доехать, не всем это удобно, не у всех есть машины, не у всех есть родственники, которые заботятся и помогут. Вот, и большинство таких. Поэтому вот последнее совещание у нас было в региональном отделении 27 октября. И когда нам говорили о том контракте, который будет заключен вот сейчас, в ноябре месяце, на 4 месяца, мы обеспечим инвалидов всеми пеленками, памперсами, каломочесбурниками, вот, чтобы разрешили выдавать вот этот, исполнять этот контракт именно в филиале. Вот для Ленинского района, поскольку у нас позволяет помещение, вы видели, что оно достаточно большое, есть подсобные какие-то помещения, но потерпим. Но попросим инвалидов только единственное, побыстрее прийти и получить. Но, по крайней мере, это в нашем районе, это рядом, это там, где они знают, куда и что. Вот. И работаем мы не так, как в пункте выдачи, там с 9 до 12, только 3 дня в неделю. У нас можно будет, мы работаем с 9 до 18. То есть в любое время, в любое время можно прийти? Да, в любое время, как только мы попросим, сразу будем выписывать направление. Но, вот, по крайней мере, разрешили, махнули рукой, но под персональную ответственность, и чтобы все было нормально, чтобы не было хищения, чтобы не было каких-то недовольств. Вот, я думаю, что, да вообще сейчас действительно налаживается. Вот я сегодня закончила, уже вот в 8-м часу пошла к вам. А так, столько много контрактов, мы заключали, слуховые аппараты, очень много нужно сейчас. Целый год не было. Вы представляете, люди не слышат, это такая отрада, когда звонишь и говоришь, вы знаете, вам нужно будет прийти, вот, получить направление, слуховые аппараты. Ну, просто радуются люди. Это, когда делаешь так, как должно быть. Сейчас и протезы пришли, и направление, и на костыли, казалось бы, что это такое мелочное дело, но, вот, и костыли, и трости, большое количество будет. И я думаю, что до конца года нам удастся все-таки по максимуму обеспечить наших вот, льготных категорий граждан всем необходимым, чтобы хоть Новый год справили так нормально и со спокоем. Я думаю, так и будет дальше строиться. Ну, это положительная сторона. А все-таки, какие трудности возникают в филиалах? Ну, трудности, вы знаете, вот, честно сказать, вот, у меня постоянно меняются работники. Вот только научишь работника, вот, значит, работать с инвалидами. Ну, понимаете, контингент какой-то, да, такой контингент не сдержанный, да и потом такая работа. Люди на свои деньги покупают, это злитых, да еще приходят, здесь и очередь. Я это все понимаю. Но, к сожалению, приходя работники, знаете, даже приходят, что приносят мне справки, говорю, Галина Сергеевна, увольняйся. Вот даже медицинское заключение, что мне, повышенные психологические нагрузки, просто невозможно терпеть. Я увольняюсь, и увольняюсь не по своей воле. Вот уже, ну, просто понимают, что меня-то подводить, это тоже им не очень хочется. Ну, вот по состоянию здоровья я не могу уже здесь работать. У меня так уволилось пять сотрудников. 25 сентября тоже взяла новую сотрудницу, объяснила до этого, что это у нас непростая работа, и вроде очень прекрасная девушка. Вот. Но 12 октября приходит и говорит, Галина Сергеевна, я увольняюсь. Вот вы представляете, другой в Домодедово тоже приходит, Галина Сергеевна, я увольняюсь. Вы знаете, столько проклятий, столько это. Я просто, мне кажется, у меня вот и ребенок там заболел, и я сама заболела, и вообще. Вот вы знаете, вот я понимаю, что, конечно, сдержать эмоции это невозможно, это могут только сильные люди. Но вот это моя большая проблема, что у нас вот постоянно на это место, ну, вот, очень часто звонит, у нас же выдача для инвалидов, мы обустроили место, вы видели, что это очень удобно, и фойе хорошее, и все есть для инвалидов, и для слепых у нас висят стенды специальные. Вот. Значит, и туалеты обустроены для инвалидов, и вот этот кабинет, там все-таки 12,8 квадратных метра, и фойе такое неблохое, все чистенько. Ну, и вот звонит, я на втором этаже, звонит, Галина Сергеевна, спуститесь, пришел инвалид, нас ругает, и нецензурно выражается, значит, и вот начинаешь, бросаешь всю работу, идешь, значит, беседуешь, идешь, значит, немножко успокаиваешь, но, вы знаете, вот как-то, если с ними по-хорошему, я все время говорю, ну, почему, вот у кого-то получается, а у вас нет, ну, по-хорошему, ну, найдите подход, ну, вот видите, вот пришла, а в чем случилось, что, ну, то есть, тоже надо уметь, вот здесь люди, наверное, должны быть, вот где-то так, вот уметь разговаривать, улаживать конфликты, не холерики. Ну, здесь как раз вопросы поступают, Шлыкова, Раиса Фроловна, почему средства реабилитации выдаются в Домодедово, как лежачий больной из города, Видное, может получить эти средства в городе, что ему в этом случае необходимо делать? Ну, лежачий больной, естественно, не должна быть доверенность, должен кого-то просить здесь. Дело в том, что у нас нет транспорта, но есть социальная защита. Здесь, я думаю, в нашем районе, я думаю, немного таких инвалидов, которые совершенно одинокие, вот, и получают ежедневники, я думаю, что здесь можно будет по каким-то отдельным людям обговорить, я думаю, что социальное управление, социальной защитой, там такие средобольные работники, и работали с этой категорией людей, они это знают и понимают, и поэтому, в принципе, я думаю, что мы здесь а по-другому никак нельзя. У нас транспорта нет, чтобы мы привезли на дом, к сожалению, вот, поэтому здесь или вот работник соцзащиты приедет. То есть это тоже возможно, да? Да, ну, я думаю, что можно, ну, наша Фроловна, она за своих, конечно, болеет всегда. То есть, спасибо ей за вопрос. Нужен ли какой-то документ, например, тому же соцработнику, чтобы получить средства реабилитации? Как я и говорила, наша форма доверенности. И просто, вот мы просим просто врачей нам подтвердить, даже нам говорили, что некоторые даже ЖКХ ставят и подписывают, потому что знают, что там лежачий больной, что он не может сам получить, и поэтому он доверяет, даже иногда просто соседке. Иногда и имеет детей, но где-то далеко они находятся, где-то не могут, работают и не могут получить, поэтому где-то есть сердобольные соседи, друзья. Здесь можно вот по доверенности, но заверено или медицинским учреждением, что это действительно больной. Чуринова Евгения Ивановна, на моем попечении инвалид детства, ему необходимы памперсы, и получать их теперь можно только в домодедов. Как я вам и сказала, что это контракты от меня, это ничего не зависит. То есть сейчас уже нельзя получить бумагу? Ну, я вам говорю, что под мое, вот когда я сделала и взяла на себя вот первую доставку, получали все в Ленинском районе, вот, конечно, меня вызвали и получали у нас в филиале, сделали предупреждение под персональную ответственность, чтобы такого не было. На всех совещаниях нам сказали, все, филиал не должен с этим связываться. Ни под какими. Мы понимаем, это трудно, это невозможно, но не должен. Ну, вот сейчас, поскольку нужно будет закрыть вот эти контракты четырех месяцев, когда мы будем закупать на четыре месяца, быстро, до Нового года. Видимо, поэтому, значит, ну, дали добро, вот, по крайней мере, нашему филиалу дали добро, что они вот на четыре месяца в этом году, на ноябрь, декабрь, январь и февраль получат у нас в филиале. Вот такую на себя взяла ответственность, вот, ну, вроде бы, такого стихого одобрения. Ну, давайте, Галина Сергеевна, вы расскажете нам о перспективах фонда социального страхования. Вы знаете, вот 21 августа, как раз перед своим отпуском, наш приглашали в фонд Российской Федерации, центральный аппарат. Почему? Потому что вот за полугодие поступивших трех тысяч писем, пятьсот писем и жалоб, недовольство высказанное, это было из Московской области. Конечно, это встревожен центральный аппарат. Мы всех директоров Московской области, всех филиалов собрали и, значит, предложили что-то продумать и улучшить, коренным образом изменив, какую-то реорганизацию привести, может быть, объединить с МФЦ, чтобы там быть, может быть, в центральной районной больнице, чтобы был человек, может быть, медико-социальная экспертиза, чтобы был человек. Со своей стороны, вот мы, значит, далее наш филиал дал предложение гораздо удобнее вместе с медико-социальной экспертизой, чтобы сидел наш работник, человек получил индивидуальную программу реабилитации, рядом в кабинет зашел, получил направление на получение и недалеко, чтобы располагалось уже пункт выдачи. получил смог, он сразу получил на месяц, и чтобы в этом пункте выдачи постоянно были технические средства реабилитации. Смог он сегодня забрал одну коробку, сумел на завтра приехать и забрать на целый квартал вот это. Кроме того, региональное отделение нашей Московской области работает с Народным фронтом. Они тоже предложили чувствовать такое положение, и вроде бы и не виноват фонд социального страхования во всем, но свою помощь они предложили открыть хотя бы консультативные пункты. Где-то, по крайней мере, намереваются где-то 80 в каждом каких-то таких более крупных городах, сельских советах открыть пункты вот такие консультативные, где можно получить вот консультации, по крайней мере, нас освободить от консультации, потому что телефон не умолкает. Вот. Нужно бы и работать, нужно реестры составлять, нужно выполнять какие-то значит, дела, связанные с обеспечением, но не откажешь. Телефон звонит, берешь, иногда инвалиду, вы же знаете, как они иногда могут разговаривать очень долго, и трубку не положишь. Вот. Поэтому, может быть, отдельные, которые будут снабжены полностью информацией, где, что, как, как это сделать, как это получить, но это свою, значит, помощь предложил Народный фронт. Как это сложится, было бы хорошо, такая помощь была хороша. Мы просили увеличить количество единиц на эту работу, но, к сожалению, нам отказали в этом. Сейчас везде идет сокращение, поэтому надеются, что будет больше. Не приходится, к сожалению. Спасибо вам большое. Я думаю, наши зрители получили всю необходимую информацию и вопросы, которые они задавали в течение эфира, мы вам передадим обязательно. Вам спасибо большое. Еще раз, что пришли к нам в студию. Всем доброго вечера. Всего доброго и до встречи. Всего доброго. Будьте все здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова